Илья, добрый день. Давно не видели здесь на базе в Новогорске. Какие ощущения, может быть, воспоминания? Воспоминания только хорошие. Очень соскучился, так скажем, по сборной. И приятно сюда снова вернуться. Конечно, отдельное спасибо тренерскому штабу, что дали мне такую возможность, такой шанс. Будем работать, доказывать. Как встретил команду свою, новую и старую, да, как бы многие, многие ребята уже тоже здесь, ну, произошло изменение в составе. Некоторые остались в чемпионате мира. Тоже достаточно большая группа, как тебе нынешний коллектив, скажем так. Очень хороший коллектив. И по всем ребятам тоже соскучился. Я думаю, еще будет время у нас пообщаться, более, так скажем, подробно, повспоминать и построить план на будущее. Ну, посмотрим. Ну, вот ты пропустил определенное время из-за травмы, именно, не вызывался, в том числе и в сборную, и в клубе не играл. Как ты перенес эту ситуацию вообще? Было тяжело, конечно, но это профессия такая. То есть тут от этого никто не застрахован. Травмы, так скажем, обычное явление. И, ну, пришлось перетерпеть, да, где-то стиснув зубы. Но я рад, что я выбрался из этого. Ты сказал уже, что приятные очень воспоминания с чемпионатом мира, где был ты основным защитником нашей команды. И, по-моему, и ты говорил, и многие там специалисты, что большую роль тогда сыграл Сергей Игнашевич, который играл с тобой в паре. Как-то вот тоже вспоминаешь ли ты ваше сотрудничество, что ли, и игру совместную, да, вот тогда? Ну, скажем... Ты пришли за ним как за тренером уже? Скажем так, в времена чемпионата мира вспоминаю только, может быть, дома где-то, в кругу семьи, там какие-то воспоминания. А сейчас я полностью сконцентрирован, так скажем, на своей настоящей роли и на будущем, что ждет меня в будущем. Как бы прошлое уже осталось прошлым. Следишь за Игнашевичем как за тренером? Ну, стараюсь, но в последнее время нечасто. Илья, вопрос может быть не самый приятный, но не всегда ты попадаешь в стартовый состав Спартака. Как ты вообще видишь эту ситуацию? Ну, понятно, что тренируешься, профессионально относишься к делу, но тем не менее, наверняка игрок сборной не может быть доволен такой ситуацией. Ну, в целом, да, я недоволен этой ситуацией, но я тренируюсь, я показываю то, что я могу, что я умею, и там идет решение уже от тренерского штаба, но, опять же, такая ситуация очень сложная сейчас у меня пока в клубе. Понятно, у нас впереди три матча за фактически 10 дней. Как ты видишь такой график для футболистов? Готовы ли мы сыграть вот буквально там через два дня на третий? Насколько мы физически, прежде всего, наверное, будем готовы? Я думаю, что физически очень хорошо готовы, потому что чемпионат в самом разгаре, все ребята в очень хорошей форме, и в плане графика это очень хороший график, то есть это идет минимум нагрузочных тренировок, и больше игр. Это для любого футболиста это огромное счастье. Чем больше игр, тем лучше. Наверняка смотрел матчи сборной в сентябре и с Сербией, и с Венгрией, что подметил и в игре соперников, и в игре нашей команды? С моей стороны, наверное, будет некорректно, это скорее, скажем так, работа тренерского штаба, они подмечают больше какие-то моменты, но мне все понравилось, ребята молодцы, выиграли, то есть это самое главное, я считаю. И, наверное, заключительный сегодня вопрос, сейчас непростая ситуация в мире, вот с точки зрения коронавируса, как ты перенес эту ситуацию, вот тогда, начиная с марта, когда фактически там, ну, 3-4 месяца не было футбола, только тренировки, причем такого внутреннего, можно сказать, режима? Могу сказать лично за себя, что вот этот период карантина мне очень понравился, потому что я был дома, я был с семьей, я восполнил то потерянное время с детьми, которое я отсутствовал дома, то есть для меня это были 2 месяца, да, понятно, тяжело, без основной работы, конечно, ты не выходишь на поле, ты просто какие-то физически поддерживаешь тренировки, но то время, что я провел с семьей, это просто замечательно было, так что мой карантин прошел на ура. КОНЕЦ